Геотермальная вода стала настоящим камнем преткновения для жителей посёлка Красный Вознесенского сельского поселения. Возле домовладения Александра Ивашенко образовался настоящий гейзер. Горячая вода стала выходить наружу из-за прорыва линии теплотрассы. За помощью житель обращался к местному руководству. Но, как он говорит, о воз и ныне там. Александр Ивашенко о своей проблеме рассказал корреспондентам нашей телекомпании. В надежде, что мы ему поможем разобраться в сложившейся ситуации. Завтра пригоню сварку. Правильно, пригнали Максима. Что вам сказали? Глушить полностью надо. Не получается. Глушите, пока тепло. Глушите. Как это тепло? Да тепло. Так она будет в две недели. Если мы сейчас заглушим, тогда надо блеску полностью всем делать. Почему не засыпаем? Термальная, струб идёт. Которые они подсыпали. Ну и что? Они стоят, они лежат сверху, эти трубы. Новые. А те, которые лежали раньше, они лежат. Вот с них вода идёт. Вот тут идёт. Вон порыть. На углу порыть. Всё. А зелёные, они вообще порыть там везде. Там ничего не делалось. Большая часть домов посёлка Красное отапливается термалкой. Систему водоснабжения здесь наладили много лет назад. Но трубы, подающие в дома тепло, пришли в негодность. 80% теплотрассы поменяли ранее. Остались улицы Мира и Зелёная. Именно здесь наблюдаются аварийные ситуации. Латать дыры нет смысла. Руководство сельского поселения приняло решение полностью сменить трубы. Администрация включилась в краевую целевую программу. Пошли торги и сопутствующие мероприятия. Работы по укладке новой теплотрассы завершились в конце 2012 года. Проблема возникла по-красному, потому что мы в декабре месяце заменили трассу термальной воды. Пока разограли аукцион, начали её делать в конце ноября, в начале декабря. Трубу старую мы не тронули. Старая трасса осталась, потому что если бы мы старую трассу выкинули бы, а новую подсоединять, там у нас врезок, значит, 25 врезок. Это в течение месяца. Мы её подсоединяли бы всю зиму. Директор МУП МППХ обошёл дворы и с людьми договорились, что врезку. Мы как видели, что мы засыпали канал, оставили там, где врезаться будут люди. И договорились так, что по окончанию отопительного сезона мы это врезаем, людей в новую трассу, старую отрезаем, а новая начинает функционировать. Чтобы залатать образовавшуюся дыру в старой трубе возле дома Ивашенко, необходимо полностью отключить подачу горячей воды на улице. На это нужно время, причём ни день и ни два, поясняет глава поселения. А без отопления в зимний период жителей оставлять нельзя. Порыв на данном адресе не требует срочного вмешательства аварийной службы. А та вода, которая течёт вдоль улиц, стекая в низины, это сброс отработанной термалки из домов жителей. Так, сегодня устроена система отопления. Но как только подсоединят новую теплотрассу, проблем не будет, обещает Коробкин. Отопительный сезон, 14-го заканчивается, и с 15-го приступаем. Там в течение месяца, мы там не сделаем за две недели столько врезок. Кто-то люди будут менять, у кого-то, чтобы она проржавела. И когда будем врезать новую трассу, что за это, значит, все люди врезаются с домов, чтобы она не выбрасывалась в трубу, а в обратную трубу, чтобы она входила в основную трубу, мы её закольцовываемся. То есть воды потом не будет так? Воды, да, так точно не будет. Уже весной посёлок Красный будет отапливаться по новой технологии. Геотермальная вода, агрессивная по химическому составу, не будет доставлять неприятностей огородникам и садоводам посёлка. Кроме этого, в 2013 году в Красном планируют продолжить благоустройство, отремонтировать дороги и повесить дополнительные уличные светильники.